Уникальные издания этой выставки сегодня посвящены одной теме – революции, которая век назад повернула ход российской истории. На стендах газеты «Историческая хроника» и вот такие труды революционера Шаханова. Здесь описан каждый день 17-го года во Владимирской губернии. К примеру, вот что происходило в ночь на 3 марта. Во Владимире, кроме губернатора, его жены, полицместера, начальника гарнизона и командиров полков, арестованный вице-губернатор Мисоедов, начальник управления земледелия Дартау, всех арестованных перевели в губернскую тюрьму. Что такое революция? Благо, катастрофа или инструмент для реформ? Сегодня на эти вопросы искали ответы участники научно-практической конференции, которую посвятили столетию русской революции. На базе Владимирского филиала президентской академии собрались ученые, преподаватели, исследователи, ведущих вузов страны и зарубежья, представители политических партий и государственные деятели. Хочется окунуться в историю, послушать разные мнения и понять, что же она вообще значит для каждого государства. В течение дня ученые и студенты провели круглые столы, секции и впервые были организованы научные дебаты. Особое внимание участники уделили цветным революциям и современным событиям в мусульманских странах. Вы знаете, у нас в Киргизстане было две революции, в принципе, они относятся к разряду цветных революций. Я вот считаю, что нельзя однозначно сказать, что это плохо или хорошо, но в принципе, конечно, желать, чтобы революции не было. Вы видите, что происходит в Сирии, в Ливии, в Ираке. Является ли это революционным процессом или нет? И несут ли эти так называемые революции прогресс или все-таки является регрессивным элементом для всего региона? По словам директора филиала, актуальность этой темы обозначил в своем послании Владимир Путин. И такая работа научного сообщества должна принести результат. Наша задача – это, скажем так, возбудить умы и заставить общественность изучать историю, интересоваться теми процессами, которые были раньше, ну и, наверное, в практической жизни учитывать опыт, чтобы мы не совершали тех ошибок, которые были раньше. Валентина Мартынова, Артем Горщаков, 6 канал.